Давайте мы с вами проверим, как вы меня слышите, чтобы нам потом-потом не отвлекаться. Поставьте мне, пожалуйста, циферки, как всегда, от единички до десяти. Вот я уже вижу, Надежда поставила. Значит, если у кого-то какие-то есть еще претензии по звуку, пожалуйста, сообщайте, чтобы мы сразу вначале настроили. А я начну вам сегодня рассказывать очень интересные вещи. Но для начала приготовьте то, что мы сегодня будем с вами использовать в качестве маятника. У меня вот маятник специальный, видите, такой специальный заостренный. Вы можете использовать в качестве маятника любой какой-то тяжелый предмет, который вы можете привязать на ниточку. Ну, тяжелый, относительно тяжелый, да. Например, вот можно сделать вот так вот обручальное кольцо. И в какой-то период, наоборот, даже кольцо будет вам лучше диагностировать и показывать, чем ваш маятник. Потому что у обручального кольца определенная энергетика. Это может быть просто обыкновенное кольцо. Это может быть какая-то гаечка, тяжелая иголка. Или, например, если ничего такого нет, но ключ, наверное, есть у всех. Вы можете подвесить на ниточку ключик. И еще приготовьте несколько листочков бумаги, они нам понадобятся, чтобы нарисовать некоторые диаграммы, чтобы по ним работать. Также я бы вам советовала кое-какие вещи, которые я буду вам сегодня рассказывать, записать, чтобы вам потом можно было, не пересматривая запись вебинара, пользоваться этой информацией. Потому что, поверьте мне, она вообще очень практическая и вам пригодится. Вот вещи, которые я буду вам сегодня рассказывать. Очень много вещей практических, которые можно использовать. Техники очень рабочие. И вы даже сегодня прямо на вебинаре можете почувствовать их работу. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из находящихся сейчас в комнате в аудитории меня уже слышал, чтобы я просто ориентировалась? Если кто-то меня слышал, поставьте плюсик. Если не слышали, то поставьте минусик. А вообще в аудитории кто-нибудь есть? Кто меня слышит? Ау! А так у нас работа не получится. Если не будет обратной связи, то и информация к вам не та придет, которая нужна. Пожалуйста, прореагируйте на мои слова. Отзовитесь. Кто-нибудь есть в аудитории? Люда, я так понимаю, да. Это уже ответили, кто есть. Итак, пока меня слышат три человека. Остальные меня, наверное, не слышат. Вот еще Ирина присоединила. Значит, я вам советую очень внимательно сегодня слушать, что я вам расскажу. Потому что такой вот информации, чтобы вот можно было отойти, что-то где-то кусочек фильма посмотреть, чай попить, а потом вернуться и не потерять какой-то информации, сегодня не будет. Все время будет информация, информация, информация и практики, практики, практики. Поэтому я вам советую активно работать и не расслабляться. Итак, с чего мы с вами начнем? Мы сегодня с вами поговорим для начала о двух энергиях, которые у нас присутствуют. Они нас пронизывают, независимо от того, знаем мы про них или не знаем. Это иньская и янская энергия. Это поток восходящий и нисходящий. Но я вам расскажу не только то, что они присутствуют, это мало знать. Я расскажу, как эти потоки энергии увеличить нас. И что будет изменяться, когда мы будем подкачивать тот или иной вид энергии. Что будет у нас изменяться в нашей жизни, в нашем здоровье, когда мы будем изменять энергонаполненность той или другой чакры. Ну и еще интересные вещи расскажу про мужские и женские чакры, которые, я думаю, большинство из вас эту информацию не слышали. Итак, энергия иньская и янская. Энергия инь – это энергия земли, соответственно, она из земли восходит. Она темного цвета и мы ее получаем, независимо от того, знаем мы про это или не знаем. Энергия инь – это энергия космоса. Она белого цвета, она идет сверху. И точно так же мы ее получаем, независимо от того, знаем мы это или нет. Есть особенность при получении этих энергий у людей, относящихся к разным расам. Но немножко попозже я вам про это тоже расскажу. Итак, для того, чтобы нам было удобно говорить про энергии, посмотрите на вот эту вот картинку. Итак, я сказала, что иньская энергия, энергия женская, она более мягкая по сравнению с янской энергией, идет из земли. Для того, чтобы нам подкачать эту энергию, увеличить приток этой энергии, мы с вами сделаем вот такое вот упражнение. Мы свое сознание переместим в межстопную чакру. Где эта межстопная чакра? Если серединочку наших стоп соединить линией мысленно, то на середине этой линии и будет межстопная чакра. Но есть один нюанс. Межстопная чакра отсутствует у людей желтой расы. Значит, если вы относитесь к этой расе, тогда вы представляете, что вы свое внимание помещаете не в межстопную чакру, а в первую чакру. Где первая чакра? Надеюсь, все знают. Ну, давайте вот на картиночке я вам покажу. Это вот красненькая чакра. Это где-то район копчика примерно. Вот, значит, тогда сознание перемещаем туда. И вот из этой точки мы отправляем в центр земли любовь и благодарность. Все доброе, все хорошее. Именно эмоцию. И эмоцию добрую. Вообще в землю мы можем отправлять любую энергию. И положительную, и отрицательную. Земля живая субстанция, она очистит эту энергию. И вернет нам ее положительной. Но лучше привыкать отправлять энергию всюду положительную. Потому что по закону кармы вся энергия, которую мы распространяем, это наши мысли, наши эмоции. К нам возвращаются усиленные. Поэтому вы должны про это помнить. Вы должны все время отслеживать свои мысли и свои эмоции. И помнить, что они к вам возвращаются в увеличенном виде. И так все доброе, все хорошее из межштопной чакры мы отправляем в центр земли. Буквально через 5, 10, 15 секунд этот квант энергии, который вы отправили, возвращается к вам. Но возвращается к вам увеличенный примерно в 2-3 раза. То есть допустим, если принять за единицу тот квант энергии, который вы первоначально туда отправили. И приняли мы его за единицу. То к нам возвращается примерно 2-3 кванта энергии. Ну, будем считать, что 3 кванта нам энергия вернулась. Куда же эта энергия возвращается? Она возвращается уже не в межштопную чакру, а возвращается в одну из трех нижних чакр. Это зависит конкретно от каждого человека, насколько у него открыты его энергетические каналы, насколько открыты у него чакры. Вы можете ощутить возврат этой энергии. Если вы не ощутили, в какую чакру к вам вернулась эта энергия, то примерно из района живота, то есть это первая, вторая, третья чакра, вы отправляете уже эти три кванта энергии опять в центр земли. И опять через 5, 10, 15 секунд этот квант энергии к вам возвращается уже увеличенный. Опять 2-3 раза. То есть отправляли 3, появилось уже 9. И вот таким образом мы подкачиваем пинскую энергию. Выполнять это упражнение лучше стоя. Если вы пока еще не ощущаете энергию, стоя у вас ощущения будут больше, острее. Руки и ноги при этом не перекрещиваются. Можно делать это и сидя, но руки и ноги тоже не должны перекрещиваться, чтобы не перекрещивались вот эти наши энергетические каналы. В какой-то момент времени вы энергии можете столько подкачать, что ваше тело все будет вибрировать. То есть вы это можете ощутить. Если вы решили, что вам этой энергии достаточно, как прекратить приток энергии? Если вы стоите, вы можете вот так ладошками хлопнуть по стене. Если вы сидите, вы можете ладошками хлопнуть по столу. Или просто вот так хлопнуть ладошками. И приток энергии прекратится. Можно ли проверить, какое состояние у меня было с этой энергией до упражнения и позже? Какое состояние у меня в чакрах было до этого упражнения позже? Можно. Про это мы поговорим с вами немножко попозже. Итак, вот таким образом мы подкачиваем иинскую энергию, энергию Земли. Что же мы изменяем, когда подкачиваем эту энергию? Для чего мы это делаем? Что вообще, какие изменения происходят у нас? Ну, во-первых, вообще эта энергия, конечно, проходит по всему нашему организму. Но в первую очередь подкачиваются три нижние чакры. Первая, вторая и третья. Соответственно, изменяется наполненность этих чакр, которые питают определенные органы, которые рядом находятся с этими чакрами. Вот я вам вывела картинку, чтобы вам было легче представлять, что находится рядом с этими чакрами. Но влияние идет не только на состояние здоровья. Дело в том, что каждая чакра отвечает не только за физическое наше здоровье, но и за определенные сферы жизни. Первая чакра – это наша вообще жизнеспособность на этой Земле. Вторая чакра, ее можно обозначить двумя словами – секс и деньги. Третья чакра, ее можно обозначить одним словом – власть. То есть это наше положение в социуме. Таким образом, подкачивая эту энергию, мы влияем на эти сферы жизни, за которые отвечают вот эти чакры. То есть за материальные вещи, которые находятся вокруг нас. То есть это и недвижимости, какое-то имущество, это наше взаимоотношение с противоположным полом, это наше положение в социуме, то положение, которое мы занимаем в том обществе, в котором мы живем. Вот таким образом мы можем вот эти вещи изменить. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. А я начну сейчас рассказывать, как подкачать энергию янскую, энергию космоса. Если энергия инская, как я уже говорила, она темного цвета, то энергия янская, она белого цвета. Это энергия космоса. Для того, чтобы подкачать этот вид энергии, мы свое сознание перемещаем на нашу верхнюю сверхчакру. Всего у нас три сверхчакры. Еще есть чакра Дангма. Через Дангму мы общаемся с высшими силами, с Абсолютом, с Бытием, с Творцом Всевышним. Как вы это называете? Итак, для подкачки янской энергии мы перемещаем свое сознание на нашу макушечку, вот сюда. И из этой точки мы отправляем вверх все доброе и хорошее, любовь и благодарность. Вот здесь обязательно должно быть доброе и хорошее, потому что назад нам вернется энергия, та же, которую мы опослали, но в увеличенном количестве. То есть если Земля нам очистила энергию, которую мы отправили, то здесь уже нам вернется то, что мы отправили. Итак, из этой точки мы отправили вверх любовь и благодарность. Через 5-10 секунд, 15, этот квант энергии, увеличенный, к нам вернется. По аналогии, как и с инской энергией, нам этот квант энергии вернется в одну из трех верхних чакр. В пятую, шестую или седьмую. Если вы не ощущаете, в какое место вернулась эта энергия, то вы просто из района груди опять отправляете энергию вверх. И опять вам увеличенный квант энергии возвращается, и все опять по ноль. То есть все так же, как и с инской энергией. Выполнять это упражнение тоже лучше стоя. Если тяжело стоять, можно прислониться к шкафу, к стене или сидя. Сидя, просто ощущение энергии будет не такое острое. Давайте вот это вот упражнение сейчас мы все вместе с вами сделаем. Вы мне напишите ваши ощущения. Почему? Потому что при подкачке инской энергии, ощущение энергии есть, но при подкачке яньской, ощущения эти другие и более явные. Какие это могут быть ощущения? Это может быть давление на нашу макушку. Это может быть давление на плечи. Это может быть ощущение, что вы находитесь в столбе энергии. Это могут быть мурашки и в голове, и во всем теле. Вы можете начать зевать. То есть вот такие признаки, когда идет энергия. Итак, давайте мы с вами все это попробуем, а вы мне напишите, пришли ли к вам эти ощущения. Если ощущений нет, тоже напишите. Я тоже прокомментирую эти случаи. Почему нет ощущений и могут ли они быть? Итак, свое сознание мы переместили на нашу макушечку. И отсюда отправляем все доброе и хорошее. Любовь и благодарность. Потому что любовь – это самая высокочастотная эмоция, самая такая энергоинтересная для всех. Итак, отправили мы этот квант энергии. И она к нам возвращается. Мы опять отправляем квант энергии вверх. И она опять нам увеличенная возвращается. И мы опять отправляем квант энергии вверх. И опять она нам увеличенная возвращается. Напишите мне, пожалуйста, появились ли у вас какие-то ощущения? Если да, то какие? Если ощущений не появилось, тоже напишите, пожалуйста. Значит, пока вы мне пишите, я вам расскажу, что будет меняться в состоянии нашего здоровья и в каких сферах жизни произойдут изменения при подкачке именно вот этого вида энергии. Теперь посмотрим на нашу картинку, чтобы вам удобнее было понимать. Значит, все эти органы, которые находятся рядом с этими чакрами, изменяют свое состояние подкачивать. Нет, любовь и благодарность вы просто отправляете вверх. Если вам удобно это представить в виде какой-то картинки, что вы отправляете, какой-то шарик, все что угодно. То есть здесь креативность приветствуется. Как вам удобно? Вы можете представить, что вы луч света отправили. Вы можете представить, что вы ракету туда послали. То есть вы отправили эмоцию, любовь и благодарность. У Ольги, видите, получилось. Так, еще у кого-то вы мне пока пишите, а я буду говорить, что меняется у нас при подкачке этой энергии. Пятая чакра – это наша коммуникация с другими. Шестая чакра – двумя словами можно обозначить интуиция и ясновидение. Седьмая чакра – это наша связь с Вышним, с Творцом, с Создателем, с Абсолютом, с Бытием в разных парадигмах. Это по-разному называется. То есть с теми высшими силами, которые создали все вокруг нас и нашу Вселенную, и Вселенная вокруг. То есть подкачивая эту энергию. Можно ничего не говорить, вы можете просто представлять. Можете говорить, как вам удобно. Можно визуальное что-то представлять. Это вот у каждого человека индивидуально. И ощущения у всех, и у кого-то будет цвет энергии идти, у кого-то может быть ощущение, даже в руках быть энергия идет. Потому что у нас в ладошках очень окончание многих энергетических каналов. То есть у всех ощущения могут быть разные. Это зависит и индивидуально от чувствительности человека. Это зависит от того, насколько у вас прокачены ваши чакры и ваши энергетические каналы, как энергия проходит, как вы ее ощущаете. У кого еще какие-то ощущения, пожалуйста, напишите. Значит, если у вас нет ощущений, вы не беспокойтесь. Это вопрос времени. Если вы будете заниматься в этой области, то ощущения появятся. Почему я говорю об этом так уверенно? Дело в том, что с июля 2012 года вибрации на Земле изменились. И у людей второй и третьей касты... Ну, картиночку каст я сейчас вам представлю, чтобы вам было немножко понятно, о чем я говорю. Были даны вибрации касты четвертой. Вообще, в общем-то, всех людей можно разделить на четыре касты условно. И с четвертой касты начинается жречество. Но только жрецы разного уровня, разных возможностей. Видите, здесь в пирамидке указана частотность людей разной касты. Причем она тоже довольно-таки варьируется довольно-таки сильно. Так вот, даже если вы относитесь ко второй или к третьей касте, вам были даны вибрации уже четвертой касты. То есть способность четвертой касты – это ясночувствование. Пятая каста – это яснознание. Шестая каста – это уже когда картинки, ясновидение. А вот ясночувствование – это то, чем обладают люди четвертой касты. И вот поэтому я говорю, 99,9% кто находится в нашей аудитории, они могут это почувствовать, просто если сейчас они не чувствуют. Это просто вопрос времени, потому что этот дар уже вам дан. Почему я настолько уверена? Ну, потому что люди первой касты, как правило, ни на какие вебинары не ходят, и им это неинтересно. Значит, по поводу другого человека, Полина. Можно подкачивать энергетику другого человека, но это не совсем так вот просто, как вам представляется. Можно подкачивать через себя. Про это я рассказываю в одном из своих курсов, потом попозже, когда я буду говорить про этот курс, я вам скажу. Я так думаю, что запись будет. Но и кое-какие моменты вы все-таки себе записываете. Итак, мы с вами возвращаемся к нашим картинкам. Я так понимаю, что больше никто ничего не почувствовал. Как-то вы очень неактивны сегодня. Я понимаю, что устали за выходные, завтра на рабочей неделе отдохнете. И вот таким образом мы можем изменять не только наше состояние здоровья, но и те сферы жизни, за которые эти чакры отвечают. Вообще конкретно можно подкачивать энергию в каждую чакру под какую-то задачу. Как это делать? Я рассказываю в одном из курсов. Я сейчас попозже про этот курс расскажу. А пока давайте поговорим еще про вот эти вот потоки и про чакры. Вот эти вот потоки энергии по-разному приходят к людям разной расы. У людей белой расы основной поток энергии где-то 70-60% идет энергия янская, то есть от общей энергетики. И где-то 40-30% идет энергии инской. У людей желтой расы, наоборот, основной поток идет инской энергии и в меньшей степени идет энергия янская. Вы даже можете посмотреть вот эти вот практики йога, вот все вот эти их позы, они все, вот поза лотоса, да, много очень поз в сидячем или в лежачем состоянии. Это для того, чтобы увеличить, еще увеличить приток этой инской энергии. Кстати, в связи с этим, когда человек белой расы занимается с йогой, нужно адаптировать эти техники под свою расу. Потому что существуют нюансы. Если вы с помощью вот этих технологий очень сильно-сильно увеличите подкачку, а эти технологии позволяют йога увеличить поток инской энергии и вместе с тем у вас большой поток янской энергии, это может вызвать определенное, так сказать, негативное влияние на вот ваше состояние. Что еще я хотела вам сказать про чакры? Дело в том, что чакры женские и мужские, они вообще отличаются. Но это немножко не связано с энергетикой, это просто связано с направленностью чакры. Чакра каждая может быть поливалентна и моновалентна. Поли – это когда чакра может быть... Ольга, если сейчас боль в локтевом суставе, мы попозже, я расскажу о другой практике, которая вам поможет. Вот в данном случае лучше использоваться другой практикой, другой технологией. И вот смотрите. Причем чакры мужские и женские, вот эта поливалентность и моновалентность, она отличается. У мужчин первая чакра, она поливалентна, то есть направлена в одну сторону. Вторая чакра направлена в разные стороны. Третья чакра опять однонаправленная, так, наверное, лучше такими словами я буду говорить, да? Четвертая многонаправленная. У женщин наоборот. Первая чакра многонаправленная, вторая чакра однонаправленная. Ну, давайте поговорим о второй и четвертой чакре мужских и женских, потому что это чаще всего нас интересует в нашей повседневной жизни. Почему? Потому что, вот говорят часто про полигамность мужчин. Речь идет о том, что вообще мужчина может направлять свой интерес и сексуальный, это вторая чакра, и любить, это четвертая чакра, эмоция. Она может быть направлена не на одну женщину, а на две, три, пять, семь, то есть сколько он там пожелает, да? Но в то время, как все равно предпочтение отдается одной женщине. Та женщина, которая, в общем-то, занимает у него такую позицию, ну, как бы мама в кавычках. Мужчина всегда ищет в женщине маму в том смысле, что он ищет безусловной любви. И обычно он идет туда, на зов той женщины, которая, как ему кажется, вот эту безусловную любовь может предоставить. Это вот такие вот особенности, чтобы вы просто знали. У женщин вторая и четвертая чакра, она однонаправленная. Поэтому в данный конкретный момент времени, и женщина, большинство которых здесь находится, вам это знакомо, да? Женщина, как правило, предпочитает одного мужчину и в сексуальном плане, и в плане чувств. Это вот такое вот различие мужских и женщин в чакрах, чтобы вы знали. Теперь про чакры. Как я сказала, что чакру можно подкачать конкретно под какую-то задачу. Что значит под задачу? Ну, например, вы хотите как-то изменить ваше взаимоотношение с противоположным полом, подкачать энергию во вторую чакру и, соответственно, увеличить внимание противоположного пола. Можно ли это сделать? Да, можно. Вообще вот про работу более детально с чакрами я рассказываю в курсе. Сейчас я вам все-таки расскажу про этот курс. Картиночку выведу, чтобы вам было более понятно. Вот такой курс «Технологии волшебства». Курс этот я проводила почти год назад онлайн, а сейчас он в записи. Но, кстати, в любом моем курсе вы получаете мой скайп, и у вас есть возможность со мной общаться. У нас есть свой чат, где у нас очень хорошая компания, очень много, в основном, конечно, женщин. Мужчины тоже есть, но их меньше. Вот, которые, там люди, которые тоже занимаются целительством, помогают других людям, разными техниками обладают. Вообще у нас очень интересная аудитория. Вот про что мы говорили в этом курсе. Часть курса посвящена именно работе с чакрами. То есть мы там диагностируем чакру, причем делаем это двумя способами. Один из способов – это маятник. Вообще состояние наших чакр с помощью маятника и с помощью других инструментов можно просмотреть, продиагностировать даже в цифровом выражении. Насколько процентов у вас чакра открыта. То есть вот маятник, тоже у меня курс по маятнику есть, я про него попозже поговорю. Можно прямо посмотреть, на сколько процентов чакра у вас открыта. И, сделав какую-то практику, проверить, изменилось ли состояние чакры. И вот в этом курсе мы это именно делаем. То есть мы диагностируем состояние чакры. Дальше очищаем ее по определенной методике. Причем очистка происходит каждой чакры по именно методике, связанной именно с этой чакрой. Подкачиваем туда энергию и проверяем, очищаем, подкачиваем, изменилось ли что-то в этой чакре. Дальше в этом курсе мы говорим про точку сборки. Что такое точка сборки? Точка сборки такое понятие ввел Кастанеда. Это та чакра, которая у вас наиболее активирована. Вот буквально несколько минут назад мы с вами говорили про касты. Я вам говорила про касты. Собственно говоря, точка сборки это и есть ваша каста. Раньше люди рождались в какой-то определенной касте, то есть уже с какими-то способностями. И большинство из них в этой же касте и уходили с этой земли. Теперь появилась возможность очень быстро менять вот эту свою принадлежность к касте, меняя свои возможности, свои способности. Ну вы можете сказать, для чего она вообще говорит про эти касты, про точки сборки, для чего это вам надо. Я вам говорила, что у нас сегодня вебинар будет чисто практический, и вещи, все, которые я вам рассказываю, они все как-то применяются. Как же можно применить вот эту точку сборки? Ну давайте с вами немножко порассуждаем. Допустим, мы все здесь, большинство из нас, относятся к четвертой касте, касте жрецов, экстрактенцев, целителей. Это вот четвертая каста. Эта каста, это четвертая чакра, эмоция, любовь. Вот эта вот каста. И вот мы находимся на этой чакре, и с этой чакры мы смотрим на этот мир. Дело в том, что принадлежность к определенной касте, это как многоэтажный дом, да? И вот вы с каждого этажа смотрите и видите панораму совсем разную. Но дело в том, что мы с вами уже говорили, что денежки-то у нас на каких чакрах? А денежки у нас на второй, на третьей чакре, да? И вот когда вы решаете вопросы, связанные с деньгами, вам желательно опуститься на этот уровень. Вот это и называется сдвиг точки сборки у себя под задачу. Ну, практически, как вот это вот, как это может быть нам понадобится. Ну, вот вы, допустим, весь из себя духовный, весь в эзотеке, весь в практиках, то есть на четвертой чакре. А к вам пришли сантехники. Надо вам там трубу поменять или еще что-то. И вот представьте, они на первой касте, вы на четвертой, да? Ваши вибрации разные. Вам трудно будет понять. Ну, вам кажется и всем кажется, ну, я договорюсь. Но вопрос в том, как вы договоритесь, да? Как все произойдет? Поэтому для того, чтобы у вас прошла нормальная коммуникация, значит, есть два пути. Или вам опуститься до уровня, опустить свою точку сборки до первой касты или сантехников поднять до вашей касты. Ну, как вы думаете, что легче, гирю спустить на первый этаж или гирю поднять, например, на четвертый этаж? Вот. Ну, опускать точку сборки вашу гораздо проще, чем поднимать даже вашу, а чужую – это вообще еще гораздо тяжелее. Возможно, на какой-то момент, но тяжелее. Речь идет именно о том, чтобы менять вот эти точки сборки на какое-то время. Другое более практическое применение, и этим мы занимаемся вот в разделе этого курса, это когда мы подкачиваем энергию в нашу шестую чакру. Как вы помните, шестая чакра – это у нас ясновидение и интуиция. Ясновидение – это мы видим ситуацию в виде картинок. В этом курсе я даю несколько техник просмотра будущего или техники просмотра ситуации. То есть, если вы хотите увидеть это в виде картинок, вам нужно накачать вашу шестую чакру. Для этого вы ее сначала накачиваете, и насколько вы ее накачаете, настолько хватит вам времени просмотреть то, что вы хотите просмотреть, увидеть прямо в виде картинок. Сразу говорю, это не 2 минуты и не 5 минут, это где-то минут 15-20, как минимум. Но все зависит от того, насколько у вас энергонаполнена эта чакра. Может быть, кому-то достаточно будет и 5 минут, а может кто-то обладает этими свойствами прямо. Сейчас, войдя в эту технологию, он просто увидит картинки. То есть, у всех это по-разному. Дальше. В этом курсе мы немножко поработаем с энергией, с энергетическим шариком. Как его ощущать, как его прогонять по своему телу, потому что нам эта техника понадобится для того, чтобы потом составлять амулеты. Амулет мы там составляли. Можно составлять на себя лично, можно на семью, можно на ваш бизнес, можно по работе. Смотрите. Амулет это действует полтора-два года. Если у вас какие-то не очень хорошие отношения с семьей, с сыном, с мужем, с свекровью, с братом и так далее, с кем вы хотите, вы подключите туда того, кого вы хотите. Вы можете эту ситуацию изменить. Вы можете создать этот амулет. Сначала создается мандала, а потом заряжается амулет. Вы вот этих амулетиков можете сделать потом много. Вы можете, допустим, у вас плохие отношения со свекровью. Вы можете зарядить какую-то там безделушку, какую-то фигурку и поставить этот заряженный амулет у нее. Но даже если вы у нее и не поставите, у себя амулет этот будет, он тоже будет работать. Точно так же и отношения с мужем, с ребенком. Если отношения какие-то по работе не ладятся, вот это все можно сделать. Это зарядить можно там ручку, там пуговицу, все, что вы хотите. Также можно сделать амулет на верность. Но сразу предупреждаю, если человек вам не по судьбе, не нужно создавать этот амулет. Это не приворот ни в коем случае. Но просто вот если человек не идет вам по судьбе, значит что-то вы от него недополучаете, и он от вас что-то недополучает. Поэтому не нужно вот лишать вас и его вот этой вот возможности. Там идет просто соединение по всем чакрам. В этом курсе также мы говорим о техниках просмотра будущего. Мы говорим о предании себе, определенных себе, не только себе. Это может быть ребенок, это может быть муж, тот, кого вы хотите, из ваших там близких и дальних, определенных черт характера. Ну, например, у вас ребенок робкий, да, как-то боится, нерешительный. Например, в школе проблемы с тем, что он там боится отвечать. То есть вот это вот можно изменить. То же самое у себя. И когда вы вот это будете делать, вы прямо на уровне организмической реакции, вы почувствуете, что вот, например, если вы будете делать более решительным себя, вы прямо почувствуете, что ваш организм прямо вот так вот, понимаете? То есть изменения будут прямо на уровне тела. У меня был один молодой человек на курсе, и он много-много-много разных качеств. Вот он играл, ему очень нравилось, он говорил, как интересно. И вот как, в зависимости от того, какие он качества себе привносит, привносит, как меняется реакция тела на все это. Кроме этого, можно перенести в нашу настоящую жизнь ту энергию хороших каких-то отношений. Может быть, раньше у вас были какие-то хорошие отношения, а сейчас их нет. Или где-то раньше у вас была работа с более хорошим заработком, чем тот, который у вас есть. Или, например, энергия какой-то удачи, состояние счастья. Можно брать какой-то период жизни, можно брать отдельные какие-то куски вот вашей жизни, когда вот вы хотели бы вот эту энергию, вот это вот вернуть, чтобы вот у вас в этой жизни вот так вот было. То есть тоже вот это вот мы в этом курсе, мы рассказываем, как это делать. Кроме этого, в этом курсе мы довольно-таки большой кусок посвящаем стихии огня. Дело в том, что стихия огня, она имеет четыре ипостаси. И вот если вот эти четыре ипостаси соединить, тогда огонь становится волшебным. Что значит становится волшебным огонь? То есть, например, вы можете в интернете найти много техник, как чистить свечой. Но если вы соедините именно четыре ипостаси огня, то именно будет не только чистка. Можно человека просто вот этой свечой, например, вы пришли на работу, а кто-то из ваших коллег там простуженный, вот в состоянии такого болезненном, вот вы можете его вылечить. В этом курсе я рассказываю, например, такой интересный случай, когда где-то лет 10 назад, уже не помню, в каком году, вот приезжали тибетские монахи в Киев и демонстрировали, как они с помощью именно вот этой технологии, техники лечили детей больных церебральным параличом. Они разводили большой костер, на одной стороне были они, на другой стороне были эти дети, вот и как вообще происходило исцеление. В этом же курсе я рассказываю две интересные защиты, они не только интересны, одна из них, наверное, самая простая и эффективная на сегодняшний момент, очень сильная защита. она ставится на себя, вы можете поставить на ребенка, на ваших знакомых, на машину, на дом. Больше того, например, если вы едете в машине, вы эту защиту можете, то есть забыли поставить и видите, что уже гаишники впереди, вы эту защиту ставите и она срабатывает. Больше того, как-то я один раз забыла поставить и увидела их, когда они уже ко мне шли. Ну, в общем, тоже все сработало, не буду рассказывать детально. Вот, кроме того, в этом курсе я рассказываю еще интересную мантру, даю она, корректирую, мантра-корректор. Если вот вы что-то даже просто в интернете прочитали, какую-то технику, какую-то технологию и там какая-то ошибка, но прочитав вот эту вот мантру, корректирующую, ритуал будет совершен правильно. То есть вот она корректирует то, что вы делаете что-то не так. Значит, если вас интересует этот курс, вы можете пройти по ссылочке, сделать заказ, а можете немножко подождать конца нашего вебинара, там будут интересные скидки, интересные предложения, так что вот пока можете, может быть, сделать и посмотреть. Если есть вопросы по этому курсу, пожалуйста, задавайте. Если нет, то мы продолжим наш вебинар. Вот. И дальше я буду говорить о еще одной энергии. И там вот для Ольги, у нее боль в суставе. Вот, надеюсь, вот эта техника, про которую я расскажу, вам поможет. Итак, техника. Дело в том, что я уже сегодня вам говорила, что есть такая субстанция, которая создала нашу Вселенную и все Вселенные вокруг. В разных парадигмах это называют по-разному. В парадигме психологии, и голова, вам сейчас пройдет, сейчас все сделаете, все пройдет. В парадигме психологии и философии это называется субстанция бытие, абсолют. В религиозной психологии это называется Бог, Создатель, Творец, Всевышний, наивысшее неизреченное божество. То есть, как вам удобно, вы так и можете это для себя называть. Я обычно использую терминологию абсолют или бытие, чтобы просто вам было понятно, какими я оперирую терминами. Итак, энергия вот этой субстанции божественной, она золотого света. Цвета, света, но цвет золотой, это не вот такое вот, как вот золотое колечко, не вот такой золотой цвет, а цвет тысячи солнц, яркий переливающий свет. И вот мы с вами представим, что вокруг нас крутится золотой кокон этой энергии. Крутится он по часовой стрелке, вот так вот, как на картиночке. Ось вращения наш позвоночник. Начинаем мы делать это упражнение стоя. Если вы еще ни разу не делали лучше стоя, потому что нам нужен будет, так сказать, маркер, что упражнение мы делаем правильно, вот ощущение определенное. Итак, мы начинаем крутить, руки и ноги не перекрещиваются, начинаем крутить вот этот золотой кокон вокруг нас. Буквально через 5-10 секунд мы начинаем ощущать вибрацию в руках и в ногах. Если мы ощутили эту вибрацию, значит, мы делаем все правильно. Что будет происходить дальше? По часовой стрелке это вот так вот. Значит, сначала вперед, право, назад, влево, вперед, право, назад, влево. Вот так перемещается. То есть, если вы начнете вправо крутиться сами, то это будет по часовой стрелке. То есть, вот так вот, кокон вокруг вас вот так вращается. Вокруг вас вот это вот вращающееся золотое яйцо. Что будет происходить дальше? Для того, чтобы понять, что происходит дальше, небольшое отступление. Дело в том, что в процессе нашей жизни у нас происходят какие-то физические травмы, какие-то психологические травмы, какие-то психические травмы. Все это откладывает напечаток на нашем теле. Каким образом? Определенные группы клеток у нас застрессовываются, попадают в стрессовое состояние. Например, вы могли когда-то в детстве упасть там, например, и стукнуть руку или локоть, да, а определенные группы клеток от этого получили измененное состояние, состояние стресса, не такое, как было по норме от создателя, от творца, от Бога. Причем это не обязательно, если вы стукнули руку, что эти клетки именно в руке, они могут быть в любой части тела. И вот это упражнение позволяет эти группы клеток расстрессовывать. И вот, значит, мы почувствовали вибрацию в руках или в ногах, а может быть и там, и там. И дальше мы продолжаем крутить вот этот кокон, и в каком-то месте нашего тела у нас появится ощущение. Это и будет та группа клеток, которая требует первоочередную работу с ней. Та, которая по иерархии первая кричит «Работай, работай со мной». Может быть, в этот момент, это может быть не из какого-то прошлого, может в этот момент что-то у вас нелады с какой-то системой в организме, и та, где вот эта критическая, самая большая кричит о том, что ей нужна помощь, там вы и получите эти ощущения. Поэтому можно также работать, когда что-то болит. это вот в ответ Ольги и Елены. Почувствовали вот это место, как мы его можем ощутить? Это может быть ощущение тепла, холода, мурашек. Это место у вас может зачесаться, какая-то вибрация. В этом месте у вас может появиться боль. То есть, допустим, не было боли, может появиться боль. Причем боль может быть очень сильная даже. Значит, почувствовали, что мы делаем дальше. Дальше мы представляем на уровне нашей восьмой чакры золотой шарик. Вот так вот у меня нарисовано на картиночке. Вот этот золотой шарик тоже такой же светящийся тысячу солнц. Вот где-то четыре пальчика над макушечкой наша восьмая чакра. Мы вот этот шарик перемещаем в то место, где у нас вот эти ощущения. В частности, если болит голова, то в голову. Вот. Если вот локтевой сустав у Ольги, значит, локтевой сустав. И начинаем этот шарик катать. Катаем мы его по часовой стрелке, против часовой стрелки, по своим ощущениям. Внутри этой области, снаружи, слева, справа. Вот как ваше тело вам подскаживает, так вы этот шарик и катаете. И катаете до тех пор, пока эти ощущения не пропадут. Дальше у вас появятся, скорее всего, ощущения в другом месте. Это следующая группа клеток говорит о том, что работай, работай со мной. И вот таким образом вы постепенно работаете со всеми группами ваших застрессованных клеток, что, соответственно, влияет на улучшение вашего состояния здоровья. Если вы будете делать эту технику 40 дней подряд, а на 41 забудете, то вы даже после своим ощущениям будете чувствовать, что что-то не так. То есть, вот эта вот техника дает нам возможность улучшать значительно наше здоровье. Я вот эту технику проверяла в случае с повышением давления. Сейчас рассказываю, как это было у меня, как я проверяла у вас. Это может быть совсем по-другому. Дело в том, что, конечно, повышение давления может быть по разным причинам. Это тысяча и одна причина. И, конечно, глобально нужно работать с этой причиной. В частности, это нам позволяет делать многомерная медицина, работа с маятником. Про это я попозже поговорю, и мы с вами попробуем работать с маятником. Но когда вам нужно решить в данный момент какую-то проблему, вы можете это сделать. И вот, значит, в какой-то момент я почувствую, ну, чувствую как-то себя не очень важно, так чувствую. Я меряю давление. Давление повышенное. Я думаю, надо попробовать вот эту технику, как она работает с давлением. Как только я начала вращать вокруг себя золотой вот этот кокон, у меня заболела голова. Причем она не просто заболела. Боль дикая. Просто вот до этого ничего не болело. Дальше я начала катать вот этот вот шарик. Причем я проверяла несколько раз, как работает эта техника. В разных случаях мне понадобилось разное количество времени катать вот этот шарик. Где-то от нескольких минут до пяти минут. После этого, значит, боль прекращалась. Я мерила давление, а давление падало на 20-30 единиц. То есть, понимаете, это вот прямо прибором я измеряла, как вот это все вот работает. Значит, если у вас заболел там живот или вот там у девочек заболела голова или локтевой сустав, попробуйте. Может быть, не сразу пройдет, потому что как-то на одном из моих вебинаров, там еще зимой одна девушка писала, что я вот упала, подскользнулась днем и место ушиба очень болит. К концу вебинара она писала ой, ура, ура, у меня все прошло, боль прошла. То есть, вот вы попробуйте и, пожалуйста, нам напишите и Елена, и Ольга, что у вас получилось к концу вебинара. Вот. Ну, давайте все попробуем это сделать. Вы мне напишите, что у вас получится. Итак, давайте начинаем вращать вокруг себя этот золотой коком. Дальше поймали вот это ощущение, где у нас какой-то дискомфорт, тепло, холод, покалывание, вибрация, боль, мурашки, что-то зачесалось. И начинаем работать с вот этим шариком. Ну, и напишите у вас попозже, что у вас получилось. А я с вами поговорю сейчас о такой вещи, как амплитуда колебаний нейронов. Вот это послушайте, пожалуйста, внимательно, вот этот раздел, который будет связан с альфа-уровнем. Это очень важный раздел. Если вы вообще хотите менять свою жизнь, менять свое состояние здоровья, вот вы просто поймете, для чего нам этот альфа-уровень, что он нам дает. Потому что я вкратце расскажу о том, в каких состояниях мы можем быть и остановимся мы на альфа-уровне. Итак, наш мозг в зависимости от того, от амплитуды колебаний нейронов нашего головного мозга, мы можем находиться в разных состояниях. Вот сейчас мы с вами находимся в бета-состоянии. Может быть высшее бета, например, когда это уровень стрессовых состояний. Вы встретили какую-то собаку, которая на вас нападает и вам нужно как-то реагировать или прыгать. Вы знаете, известный случай, когда человек, встречая опасность, куда-то залезает и потом вообще не может понять, как он это сделал. Или так быстро начинает бежать, что вообще как чемпион мира по бегу. Подогнать, усилить вот эти бета-состояния. Западные люди обычно идут этим путем. какие-то средства, алкоголь, наркотики. Например, шаманы вводят себя в это состояние выше бета, когда есть в некоторых народах они трясутся, бубен, то есть какие-то пляски. Это тоже когда идут этим путем. Нет, Ольга, это не самовнушение. Сколько надо крутить по ощущениям, пока боль не пройдет. Вы вот этим шариком золотым выкатываете до того, когда боль пройдет. Вот эти ощущения в этой точке, которая появилась, пока она пройдет. Ну вот вы говорите самовнушение, но я вам говорю, как я работала с давлением, там просто прибор, он показывает, понимаете, циферками такое или такое давление. Значит, это вот про состояние бета. Следующее состояние это состояние альфа. Это очень интересное состояние, мы сегодня про него более длительно поговорим. Дальше есть состояние тета, состояние дельта. Мы, кстати, в состояние нижнего тета на верхний уровень дета попадаем, когда мы засыпаем. И вот этот первый уровень, глубокий сон, это только первый раз вот такое бывает опускание, а потом мы все время движемся в районе альфа. То есть, если вот такую диаграмму сна нарисовать. Может пройти, но смотря что, причина вы поймите. То есть, разные причины бывают боли и в зависимости, ну, как вам сказать. если рубануть, например, по пальцу топором, то, конечно, техника это, может быть, поможет чуть-чуть боль снизить, но все равно, если отрублен палец, оно будет болеть, смотря что у вас там. Это как скорая помощь, а глобально, если там какие-то серьезные уже такие, какие-то изменения, нужно с этим работать. В чем причина боли, нужно выяснить. Итак, состояние Альфа. Что же это за состояние? Все ли в него могут попасть? Чем оно таким хорошо, это состояние? И как в него попадать? Ну, во-первых, попасть в него могут все. Мы все в него попадаем, когда засыпаем. Это то состояние предсна, когда уже мысли наши остановились, состояние Альфа еще называют мысль стоп. Мысли уже остановились, но мы еще в сознании. Ритм клеток мозга замедляется и мы вот это состояние попадаем. Чем оно так хорошо? Ну, во-первых, вот много сейчас на вебинарах дают медитации и вы можете встретить много разных медитаций. Так вот, медитация на самом деле является медитацией только тогда, когда вы находитесь в альфа состоянии. Для чего у нас медитация? Для того, чтобы мы что-то могли изменить в своей жизни. Но дело в том, что если мы в бета уровне представляем какие-то образы, часто говорят, тут у меня желание не исполняется, вот я так представлял, так представлял машину. Но дело в том, что если вы представляете машину, держите эту картинку в бета уровне, то это просто ваши фантазии, и они ничем не закончатся. Хоть миллион раз, представляете, просто в бета уровне. Изменение нашей реальности может происходить, когда мы это делаем на альфа уровне. Вот это запомните. Поэтому очень важно научиться входить в это состояние, входить в него быстро, потом по мере того, когда вы это будете делать часто, вы сможете входить в него даже просто по намерению просто вот вхожу в альфа состояние. Вы сами вам трудно ощутить, что вы находитесь в альфа состоянии. Показатель, что вы находитесь в альфе, это может быть, когда у вас не перебегают разные мысли. Нет этого внутреннего диалога, вот этой пластинки, которая крутится у нас у всех в голове. Вот это показатель, что вы в альфа состоянии, то есть мысль стоп и называется это состояние. Для другого человека он может увидеть, что вы в альфа состоянии, когда, знаете, вот когда человек, вот как на уроке там говорят, Петров, ты меня слышишь? Когда человек вроде смотрит, а он где-то в другом месте, когда хочет человеку сказать, ты где, ты где, ты где? Вот это вот альфа состояние. Когда мы в него попадаем, когда мы мечтаем, когда мы созерцаем природу, когда, например, в альфа состояние можно попасть, вот люди, когда они где-то одни, отшельничество, в альфа состояние может вести какой-то звук, ну, например, даже вот это вот церковное пение, тоже вот это вот попадание в альфа состояние. Кстати, вот когда вы молитесь, и вы находитесь в бета состоянии, то есть состоянии сознания, вы что-то просите, да, и если вы просите то же самое в альфа состояние, это небо и земля, то есть если так примерно сравнить, то ваша просьба, вам нужно сто раз помолиться в бета состоянии, чтобы получить тот эффект, в бета состоянии тоже будет эффект, вот, чтобы получить тот же эффект, который вы получите за одну молитву в альфа состоянии, понятно, да, именно в альфа состоянии, еще раз говорю, мы можем менять образы, и это будет влиять на реальность, вот это вы поймите. Как же нам вообще попасть в это состояние? я вам сказала, перечислила несколько способов в альфа состоянии, бывают еще числовые последовательности, их тоже очень много разных. Я вам приведу методику, которую предложил Джон Кеха, это канадский эзотерик, эта методика запатентована и научно доказана, что значит научно доказана? Это значит, что все, кто шел по этой методике, попадали в альфа состояние. По его методике попадать в альфа состояние нужно так. Эта методика состоит из трех этапов. Вот это бы я вам советовала записать, чтобы потом сделать из этого якорь, заикарить это состояние, чтобы мгновенно попадать в него. Итак, первый этап. Мы на нашем внутреннем экране, наш внутренний экран это вот здесь, мы рисуем цифры. Может быть это школьная доска, может быть это песок, нам нужно будет рисовать и стирать, причем на вдохе мы рисуем эту цифру, на выдохе мы ее стираем. Итак, нарисовали 12, на выдохе стерли, дальше нарисовали 11, на выдохе стерли. Следующий этап, мы рисуем цифры, но они уже изменяются от единицы до 12. Точно так же, на вдохе рисуем, на выдохе стираем. Вот этими двумя этапами мы переводим в альфа состояние наше правое полушарие головного мозга, которое отвечает за образы. А теперь нам нужно перевести в альфа состояние наше левое полушарие головного мозга. Это то полушарие, которое отвечает за логику, за рациональность. Обычно оно больше у мужчин развито. именно вот это полушарие. Для этого мы выполняем третий этап. Мы просто считаем 13, 12, 11. То есть просто на вдохе осуществляем счет. На выдохе мы ничего не делаем. Просто вдохнули, посчитали, дальше опять вдохнули, следующий счет осуществили. И вот в результате вот этих трех этапов мы оказываемся в альфа состоянии. Но каждый раз, когда нам нужно попасть в альфа состоянии. А те, кто дальше будет слушать, и если кого-то заинтересует мои курсы, вы поймете, я уже сказала, что альфа состояние это очень важное состояние. И для исполнения желаний, и для изменений вашей жизни нам нужно очень часто быть в этом состоянии. Чтобы быстро в него попасть, в это состояние, лучше сделать якорь. Что такое якорь? Вы придумываете, ну, например, сочетание какое-то пальцев, например, вот такое. То есть вот есть мудрый, да, знаете, когда там вот так соединяются пальцы, вот так, ну, по-разному соединяются. То есть вы придумаете какое-то сочетание пальцев, которое будет для вас означать, что вы входите в альфа состояние. Ну, например, вот такое. Это может быть необязательное соединение пальцев. это может быть прикосновение к мочке уха, это может быть прикосновение к подбонотку, к кончику носа. То, что вам нравится. Придумали, соединили пальчики и начинаем выполнять вот эти три этапа. Сколько подходов нужно сделать, чтобы потом, как только мы соединили пальчики, мы попали в альфа состояние. Это зависит от вас, от вашего физического состояния на данный момент, от вашего желания быстро этому научиться, потому что вы это можете делать несколько раз в день, а можете делать раз в месяц. Все это от этого зависит. Вот таким образом вы попадете в альфа состояние или состояние мышц стоп. Нам сегодня понадобится это состояние, когда мы будем с вами работать маятником. Одно из условий, чтобы нам маятник показывал правильную информацию, это находиться в альфа состоянии. поэтому если вы дальше собираетесь работать маятником и маятник будете держать в правой руке, то для якоря используйте левую руку. Потом я еще раз вам повторяю, я уже говорила, функция, которая востребована, она очень быстро нарабатывается. Если вы часто будете это использовать, вы по намерению будете, уже не надо вам будет якорь, вы по намерению будете попадать в альфа состоянии. Еще один момент. Из альфа уровня нужно выходить. И для этого тоже можно придумать якорь, другой какой-нибудь, например, вот такое сочетание пальцев. Когда вам нужно выйти, вам нужно сделать якорь на это. Как нам выходить? А выходить нужно в обратной последовательности. То есть как мы в него входили, так мы и выходим из альфа уровня. Вот таким вот образом. Более подробно про все это. Я вам рассказала два способа соединения с энергией Творца, с энергией Бытия, с энергией Абсолюта. То есть вот этот золотой кокон и вхождение в альфа уровень это способы соединения с Божественной энергией. Еще много есть способов соединения с этой энергией. И часть из них я рассказываю в курсе помощь стихий. Давайте немножко поговорим про стихии. Что же это за такая вещь и с чем ее едят. В ведических и жреческих традициях и технологиях обычно упоминается 10 стихий. Четыре стихии наверняка большинству из вас они известны это земля воздух огонь и вода. Но кроме этого существует еще 6 стихий. Более детально рассказывать какая стихия первоначальная какая дальше производная но все это если кому-то интересно вы посмотрите мой курс. стихия 10 кроме того что они ориентированы по сторонам света можно еще вот так вот такую картиночку дать вот так по сторонам света они ориентированы еще есть звездный свет сверху кроме того что 8 по сторонам света и внизу плодородие у нас часто плодородие ассоциируется с землей но в данном случае энергия плодородия или стихия плодородия это энергия роста роста в чем-либо рост вашего благосостояния рост ваш покорей на лестнице ваш духовный рост то есть какой-либо рост это вот это вот стихия дело в том что каждая из этих стихий она имеет разумную составляющую что значит разумную составляющую то есть у каждой стихии есть духи определенные которые могут нам помогать вот в связи с этим к стихиям можно обращаться и за помощью и за выполнением желаний стихии могут нам помочь и по здоровью стихии могут нам выполнить желания стихии могут нам как-то исправить ситуацию существует вообще много разных технологий вот в этом курсе вот в своем помощь стихий вот это вот я даю как вообще вот может повлиять стихии как это вообще практически ну вот летом одна женщина как я сказала при приобретении любого моего курса я даю скайп по желанию если человек хочет я добавляю наш чат и вот значит приходит мне по скайп по сообщению у меня срочный вопрос по курсу стихии значит я отзываюсь слушаю женщина пожилая уже в возрасте она пишет у меня проблема со стихиями я спрашиваю какая проблема она говорит моя дочка попросила у меня попробовать вот эти стихии и помочь у нее как-то вот упадок сил нет энергетики и я решила ей помочь значит июль месяц на улице жара она из такого региона где было тепло где я живу у нас как-то лета особо не было вот то есть я просто описываю ситуацию чтобы вы просто понимали что вокруг значит очень жарко женщина пожилая она говорит я использовала вот эту технологию для подкачки энергии для дочки и что говорит стало дальше происходить я стала по дому бегать как вообще как заведенная все дома сделала поделала 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 так поехала на дачу поехала на автобусе пожилая женщина поехала на дачу лето жара все на даче поделала 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 приехала домой опять по дому бегаю кручусь у меня вопрос надо спать я не могу спать мне не хочется спать куда мне девать эту энергию вот так вот работают вот эти вот стихии то есть Энергия у них, понятно, да, немеряна. И когда вы попросили вам помочь, вот так вот это вылилось. Я спросила, а как у дочки? Она сказала, у дочки энергия где-то пришла где-то через час-полтора, вот так вот. То есть, видимо, основной квант энергии она на себя взяла. Я не знаю же, как она там работала. Как я работала, вот когда я начинала осваивать стихи, и у меня была ситуация, когда мне нужно было, чтобы ситуация решилась так, как мне было нужно, но при этом вероятность была очень мала, что всё так произойдёт, как мне хотелось бы. Вот я обратилась за помощью к стихе, и всё случилось так, как я попросила. То есть вот так вот. Ну, опять же, мы люди неверующие, да, можно вот, видите, вот Ольга пишет, возможно, это только самовнушение. Ну вот внушение не внушение, но результат вот получим, да. Вот. Но вот эти вот стихии, про которые я говорю 10 штук, да, они как бы чистые стихии. Но есть такие существа, в которых соединено несколько стихий. И вот мы сейчас про них с вами поговорим. Их ещё называют стихиалии. Где вы можете с ними столкнуться? Ну, например, слово «домовой», наверное, всем известно. Это домовой, это хозяин леса, это банник. Эти существа могут быть в машине, эти существа могут быть в каких-то электрических приборах. Это может быть хозяин, например, воды, если вы связаны с водой. Домовой. Домовой, он у многих людей может быть в таком неактивированном состоянии. Но вместе с тем он вам очень может помогать. Вообще, первоначально его основная функция домового – это охранять дом. Но если вы будете давать определённую энергию домовым, то они могут не только охранять дом, но и влиять на ваше материальное благополучие. В связи с чем это связано? Вот мы с вами говорили сегодня про иньскую и янскую энергию. Вот домовые, они питаются иньской энергией. И вот только она к ним поступает. Мы помним, что иньская энергия – это у нас идёт подкачка первой, второй, третьей чакры. Это материальный поток. Когда мы подкачивали янскую энергию, мы подкачивали изменения наше собственное, духовный какой-то рост. Помните, там ясновидение, коммуникация, связь с Богом. А иньский поток – это материальное то, что в нашей жизни. И вот наши домовые, они питаются именно только иньской энергией. Но получить энергию белого цвета, янскую, и энергию дао, вот эту энергию божественную золотого цвета, они без нас не могут. И вот в этом курсе я рассказываю, как они могут получить эту энергию. Соответственно, они усиливаются, усиливаются, усиливаются. То есть они дают большой приток в вашем доме именно вот этой иньской энергии материальной. Домовых можно еще и принести из других мест. Все это я рассказываю, мы говорим в этом курсе. Кроме этого, вот в этом году я пробовала, как работают эти стихиалии, например, в лесу. То есть если вы обращаетесь к стихиалиям леса и просите помочь вам там больше грибов, ягодок, да, то у вас больше будет сбор. Вы можете, для примера, просто один раз попробовать пойти за грибами и не просить никакой помощи у этих субстанций. И потом попросить и сравнить, что у вас получится. Я в этом году вот собирала землянику в лесу и обращалась вот к вот этим вот хозяевам леса. Да, могу сказать, что на очень маленьком участке леса я собирала буквально с небольшим промежутком довольно-таки много, ну буквально размер с комнаты участочек, я собирала довольно-таки много земляники. Но я пошла дальше. Мне что не нравилось? Земляника, да, хорошо, но мне не нравилось, что меня сильно кусали комары. И в следующий раз, когда я обратилась за помощью, я еще и попросила, чтобы меня комары не кусали. Вы знаете, что я была, честно говоря, очень удивлена. Вот, но когда я вот это попросила, они на меня садились, но не кусали. В следующий раз я уже просила, чтобы они на меня и не садились комары. И вот я, когда пошла собирать эту землянику в купальнике, муж мне говорит, ты что, совсем с ума сошла? Тебе комары зажрут. Ну вот, ничего, не съели и не тронули меня. Вот такие вот эксперименты я проводила этим летом. Вот так это можно сделать. Значит, что касается других каких-то вещей. Я сказала, что такие существа существуют и в вашей машине. Как вообще все это обнаружили? Во время Второй мировой войны английские летчики обнаружили, что почему-то вдруг стали падать самолеты. Причем вот техническое состояние самолета проверялось перед вылетом. Вот, и вдруг самолеты падают вот не по непонятным причинам. Изотерики выяснили, что это дело вот в этих существах, как называют еще гремлины. Вот, определенным образом договорились с ними. То, вот как я рассказываю в этом курсе, как это делать. И самолеты перестали падать. Опять же, можно сказать, что это что-то придумали. Но вы понимаете, самолет упал или не упал, это факт. Вот такие вещи. Значит, что вообще вот тут я вам говорю, что все это я рассказываю в курсе. Что же это у меня за курс? Курс вообще очень большой. Значит, мы там говорим о таком понятии, как я сегодня говорила, да, абсолют, быть ее создатель. Мы говорим про такую вещь, как семантическое поле. Говорим про такую вещь, как симпатическая связь. Ну вот, видите, Светлана пишет, обращаясь к помощи стихиалям. Но здесь есть нюанс. Когда вы работаете со стихиями, со стихиалями, здесь нельзя им служить. Здесь нужно предлагать взаимовыгодный обмен. Вы им предлагаете энергию божественную и янскую, они вам предлагают свою помощь. То есть ни в коем случае нельзя становиться на службу к ним. Вот это очень тоже важный момент. Значит, способы соединения с создателем. Вообще, чтобы это примерно так в двух словах скажу, это, в общем-то, не тема этого курса. Каждый человек приходит на Землю со своим предназначением. Сейчас часто говорят о предназначении, но предназначение не в смысле, как говорят психологи, да. Там быть добрым, хорошим, нести там добро людям. Нет, это та программа, в которую человек приходит. Ну, кто-то может быть по предназначению художник, кто-то артист. У кого-то это не связано с профессией. По предназначению человек может быть созидатель и разрушитель. Тогда ему лучше работать в органах налоговых, МВД и так далее. То есть разрушитель не в смысле, что он что-то разрушает. Это разрушитель несовершенства. И если человек следует своему проекту, то у него в жизни все нормально получается. Если он отходит от этого проекта, то проблемы здоровья, в первую очередь. Эти проблемы могут быть с деньгами. И третье, проблемы у его ближнего окружения, те, кто его любит. Вот в этом курсе я рассказываю несколько способов соединения с создателем. Про два способа мы сегодня с вами проговорили. Про вот этот вот золотой кокон и про альфа-состояние. И еще другие способы вот в этом курсе я рассказываю. В этом курсе я рассказываю, как наложением рук можно целить себя, можно целить других, как можно увеличить урожайность на участке вашем. Вы дома находитесь и можете повышать урожайность, ничего не внося туда, просто представляя картинку вашего дачного участка. Очень интересная вещь карма-йога, очень интересная. Дальше я рассказываю о местах силы. Кстати, в предыдущем курсе, там где мы делали амулет, там мы тоже туда подключали места силы. И в этом курсе я не так глубоко, как в предыдущем, рассказываю про места силы. Места силы тоже могут быть инские, янские и дао. Как их определять, как с ними работать. Вот это тоже очень интересная вещь, тоже я рассказываю и в том, и в этом курсе. Дальше, значит, определенные планеты, это как бы чакры нашей Вселенной. И они соответствуют нашим чакрам. И мы на этом курсе создаем такую звезду-талисман, как бы помощь планет. Раньше такие звезды делали королям, каким-то великим деятелям. Это были драгоценные металлы, драгоценные камни. Сейчас тоже делают. Ну, я так поузнавала, ну, как бы очень хорошо стоит. Так, порядка, ну, одну штучку я узнавала, именно вот такую звезду. Ну, мне назвали сумму где-то 10 тысяч долларов. Вот. Значит, как узнать свой проект? Вот про тот проект, который я говорила. Потому что если вы следуете своему проекту, то у вас все хорошо. Дальше, как помочь ребенку, если он попал в какую-то негативную компанию, или если он из компьютера не вылазит? Как обратиться и получить помощь Всевышнего в этой ситуации? Вот. Как получить помощь создателя, ну, в какой-то ситуации? Ну, может быть, что-то у вас не получается сделать, и вроде как все вокруг против вас, можно обратиться, и вам вполне могут помочь. Вот. Как сделать свой портал с высшими силами, с кем вы хотите? То есть вот вы, когда, например, в церкви, да, обращаетесь к кому-то, то есть там не идет прямая связь, там идет связь через посредника, через Грегор. Вот. Я рассказываю, как это сделать. То есть по этой технологии делают, делаются миротощищие иконы, статуи. Вот. То же самое можете сделать вы, но вам не нужна миротощищая икона, да. Вы можете взять любую картинку, вот, и создать с помощью нее, ну, вот у меня календарик, да, вот. Сделать портал с теми силами, которыми вы хотите. Ну, лучше, конечно, картиночку с тем, с кем вы хотите. И просто тогда вы уже обращаетесь напрямую к этим богам, к этим каким-то силам. Например, это может быть, ну, например, бог, который связан с деньгами, да. Это гермес, меркурий в разных этих вот, в разных религиях, он по-разному. Греческое одно. Вот, например, есть вот такая штучка, да, она тоже связана с вещами, с денежными. Это кадуцей, значок. То есть вот через вот эти вот вещи вы можете, опять же, создать портал прямой с вот этими вот силами. Вот. Дальше, значит, речь идет о десяти стихиях. Несколько технологий работы с этими стихиями. Как почистить квартиру. Как с помощью стихий выполнить желание. Вот. Их несколько, этих технологий. Как человека расположить к себе, мы тоже в этом курсе рассказываем. Мантра-корректор тоже в этом курсе. Вот. Про домового отдельно. Как усилить этого домового и не только домового. Как осветить. Значит, вот в этом курсе мы говорим про магическую цифру 40. 40 – это интересная цифра, и она непростая. Вот. И как, кроме этого, как мы можем осветить дома воду, пищу, там, крем, еще что-то, что вы хотите. Вот. То есть, когда нам нужна освещенная вода, мы идем в церковь, да. Но мы можем ее получить и дома. То есть вот как это сделать, я все это рассказываю. Вот. Как привлечь свою половинку. Тоже ритуал, но там на новолуние первое, наиболее сильно это работает первые 3-5 лунных дней. Вот это я рассказываю. Значит, дальше я там рассказываю в этом курсе про технику выкатывания яйцом. Вот, например, вот такая картиночка. Ну, вы это можете встретить и в интернете, когда просто идет выкатывание. Я рассказываю, как это делается через божественные силы, через энергию Абсолюта. Ну, вот, в частности, вы смотрите, вот результат выкатывания, да, здесь, вот этот пузырек, это значит одно воздействие. Если таких выхлопов с пузырьками несколько, то это воздействие или нескольких людей, или от одного человека несколько воздействий. Вот этот вот колпак над желтком, смотрите, какая у нас сверху идет энергия? Какая сверху идет энергия? Яйцкая. Вот этот результат выкатывания говорит о том, что перекрыт поток яйцкой энергии. Вот, и я рассказываю, как правильно проводить ритуалы. Дело в том, что большинство целителей, ну, где-то, наверное, 60-70 процентов осуществляет целительство и использует свою энергию при этом. Соответственно, потом, через какое-то время у них появляются проблемы. Вот, а нужно использовать именно энергию бытия, энергию божественную. Как это делать, я рассказываю в этом курсе. Также рассказываю, как чистить свечой, то есть более навороченный вариант, ну, более такой продвинутый по сравнению с предыдущим курсом. В предыдущем курсе я тоже рассказываю, как чистить свечой. Вот. Как найти пропавшие вещи и получить желаемое. Тоже интересная технология. У меня родственница, она, ну, по работе ей нужно было найти деталь какому-то там агрегату, который еще, ну, советского производства. Сами понимаете, то есть уже ни агрегатов этих не выпускают, ни запасных частей. Вот никак ей не получалось его найти, а ей было нужно уже срочно. И вот она говорит, караул, я не знаю, что мне делать. Ну, очень-очень нужно. И я говорю, ну, так используй вот эту технологию. И вот с помощью этой технологии она утром, то есть после, мы вечером с ней поговорили, она утром включает компьютер. И находит, понимаете, это не значит, что ей деталь эту принесли домой, да. Это просто появляется возможность, да. Так складывается ситуация. Она включает компьютер и в течение первых, там, 50 минут она находит эту деталь. Вот, то есть вот так вот. И исполнение желаний с помощью маятника. Эта технология очень интересная. Я иногда раньше на вебинарах ее рассказывала, но здесь в курсе она более такая продвинутая. Этой технологией пользуются тибетские монахи, но они используют ее для таких больших планетарных задач, когда там летит какая-то на нас комета или еще что-то, а потом говорят по телевизору. Ну вот, все пронесло, мимо прошло. Ну вот, есть люди, группа людей, которые, в общем-то, следят за делами на планете и решают вот эти вот вопросы с помощью вот этой технологии, которую я вам даю. Если вам это интересно, пожалуйста, заказывайте. Вот, сейчас мы перейдем с вами к маятнику. Вот, у меня есть еще курс про маятник, но про него я поговорю позже. Но сразу хочу сказать, если кого-то заинтересует сразу три курса, или два, или три, то вы имеете возможность получить их по скидке. Если два курса, то это 4100, если все три курса, то 5600. Считайте, что у вас получается, что вы получаете два курса, в смысле три курса, в общем-то, по цене двух. Я делаю вот такую вот скидку не потому, что там неинтересная информация. Информации очень много, поверьте мне, очень много информации. Вот, ну, просто мне хочется, чтобы больше людей вообще вот обладали вот этой информацией. Итак, перейдем к маятнику. Вот это чертеж маятника, по которому сделан мой маятничек. Вот он, маятник мой, да. Но у меня еще сверху сделана дырочка. Мы сейчас с вами немножко научимся работать с маятником. Это раз. Вот. И посмотрим, что вообще мы можем определить. Ну, вначале я вот, что бы вам хотела рассказать. Вот это вот хотела зачитать. Вот, значит, пишут мне вот в октябре девочки, с которыми, которые вот как бы учились у меня. Вот пишет Камила. Значит, она, ну, скажем так, непростая. Она шаманка. Вот, и поэтому немножко она, ну, по-русски не очень хорошо пишет. Ну, вот-вот отзыв ее. Не отзыв, а пишет. Здравствуйте, Татьяна. Изучаю все материалы по несколько раз. Хотела сказать вам огромное спасибо. После как сняли с вами черные каналы, стала спать как сурок. Еще у меня в два раза уменьшилось объем живота. Стало энергичнее во всем плане. Одни только благодарности за ваши старания обучать людей и чиститься по методу многомерной медицины. Значит, это было 16 октября. Вот 17 октября мне пишет следующая женщина. Причем 17 октября, это у нас был вторник. Я с ней 12 октября только встретилась для индивидуальной работы. Потому что у меня курс по многомерной медицине. Он построен таким образом. Сначала я даю первую часть курса. Это запись. Где-то 2,5 часа. Это для того, чтобы вы просто немножко въехали в тему. Потому что вот сразу все рассказать. Для нашего сознания это очень много. Очень много информации и очень тяжело. Когда вы вот эту запись посмотрите. И книги я даю этому разделу. И когда человек уже готов, немножко освоился в теме. Готов. Дальше у нас происходит индивидуальная работа. И вот, значит, 12 октября мы с ней только позанимались. Вот с этой женщиной. 17 числа она мне пишет. Вот, послушайте. У меня чудеса чудесатые. Сделала для отца и матери закрытие связи с инфернальным миром и черномагические структуры. За ночь наполовину рассосались два коллоидных швана межреберья. Длиной по 15 сантиметров каждый. Швы старые, 30 лет. И наружные, и под ними внутренние. Очень болезненные. Остался кусок 4 сантиметра, где был самый грубый рубец. Но он разбух, помягчил и поменял цвет на белый. Сами швы стали просто тонкими. Чуть сместились на коже и поменяли цвет. Я еще ничего для себя не делала, а вот такое произошло. Правда, там инфернальные связи были у отца и у матери 45 и 35 процентов. Мое замечание. Ну, как-то вообще, честно говоря, очень большие показатели. Она дальше пишет. Проверяла несколько раз. Вообще с такими процентами живут. Убрала черномагическую структуру отца. Действительно наложена при родах. Мы с ней беседовали. Я вот предположила такую вещь. Потом попробовала поработать с родовыми проклятиями и инграммами. Кажется, получается. Спать стало легче. Ночью стало так сильно, больше не пробивает. Буду потихоньку работать дальше. Очень нравится. Спасибо огромное. Ну, у нее проблема была. От родителей шла. То есть ее все просто... Вот просто влачи ничего не определяют, но вот она спать не может. То есть вот такое шло воздействие. Ну, когда вот такие подключки были. Ну, и потом она тоже мне писала, что не перестаю удивляться, как это все работает. Вот. Значит, ну, еще вот, значит, интересная одна женщина. Значит, она меня услышала первый раз вообще. Вот первый раз на вебинаре она услышала меня 7 июля. Сначала она запись смотрела. Потом мы с ней встретились 28 июля. Прикидывайте, да? 28 июля. Это было раз, два, три, четыре. Вот четыре месяца с хвостиком. Вот. Дальше она мне пишет, как я вам сказала, да, у меня со всеми моими учениками есть связь по скайпу. 3 августа. Я все черно-магические структуры снимаю. На мужа еще 35 штук осталось. Там так получилось, что у нее, у него одинаковые были вот эти вот наложения. То есть это один и тот же человек накладывал. То есть, ну, одна женщина, так сказать, имела, видимо, виды на ее мужа. И вот так получилось. На мужа еще 35 штук осталось. Осталось снять. Еще родовое проклятие на сестре нашла. С одной стороны интересно разбираться, а с другой как-то страшновато, что это касается родных людей. Через несколько дней, значит, 7 августа пишет. Татьяна, спасибо. Все убрала. Каналов у нас с мужем уже не было. Поставила защитный вибрационный ряд. Вроде как на 9 недель должно хватить. Она просмотрела, насколько должно хватить. Вчера чувствовалось черномагистическое воздействие. Защита работает. Убираю патогенных возбудителей из организма. Появилась легкость во всем теле. Ощущение, что мне не 45 лет, а 12. Даже словами не передать, как здорово. Ушли запахи. Ну, были у нее там проблемы с телом. Значит, ну и вот 7 августа мы как-то так вот она занималась, занималась. И дальше я ей в конце октября спрашиваю, как дела к самым, как успехи. И вот 31 октября она мне пишет. Татьяна, здравствуйте. Работа идет полным ходом. Родственники стоят в очереди на лечение. Вытащила из реанимации мужа знакомой. У него порог сердца. Еще злокачественная опухоль сердца была. Работать интересно. Усовершенствовала технику по снятию порч. Снимаю любые порчи за одну минуту. Пробую работать без маятника. Но обязательно перепроверяю. Вот таким вот образом. То есть, понимаете, когда человек что-то хочет, какие у него идут продвижки. Ну, давайте с вами посмотрим, как же... Ну, во-первых, давайте посмотрим, какие металлы могут усилить маятник. Вообще, маятник может быть любой. Вы можете работать и колечком. Вы можете работать и... Ну, из любого материала может быть маятник. Ну, вот, например, вот эти металлы, они усиливают работу маятника. У меня вот из них, из всех, только титан я не нашла. Все эти металлы есть. К каждому маятнику подбирается еще определенный цвет ниточки. Вот здесь, видите, у меня латунь. Это белая ниточка. А вот здесь вот медный маятник. У меня вот здесь красная ниточка. Вот она. Вот. То есть, это вы индивидуально у каждого подбираете. Потому что нитки тоже могут быть черная, белая, синяя, зеленая и красная. Вот. Давайте мы с вами проверим, как вообще... Вот часто говорят, маятник у меня неправильно показывает, показывает то, что я хочу. Вот. Давайте мы с вами посмотрим, как работает маятник. Итак, вот маятничек. Да? Не знаю, видно вам так, что... Где-то... Может быть, на белом листочке. Не особо нет такого листочка. Вот так вот. Вот. Итак. Так вот, в спокойном состоянии. Маятник. Двигайся вправо. По часовой стрелке. Видите, я не двигаю руку. Да? Маятник, двигайся влево. Маятник, двигайся вперед-назад. Маятник, двигайся влево-вправо. Ну, инерция у него есть, да, какая-то, не сразу. То есть, мне достаточно даже просто подумать, и не надо говорить это вслух. Вот поэтому маятник у некоторых показывает неправильно, потому что вы думаете, что вы думаете, то вам маятник и показывает. Поэтому для того, чтобы маятник показывал правильно, нужно находиться в альфа-состоянии. Если вы еще не научились быстро ходить в альфа-состоянии, и вы не заикарили это состояние, а вот мы сегодня с вами будем диагностировать маятника, что нам нужно сделать. Задали вопрос маятник, и дальше представляете картинки природы. Небо, море, причем вы их переключаете через какое-то время. Или кто-то, может быть, предпочитает гулять по лесу. Вы идете и наблюдаете, там дерево, полянка, все. Тогда вы находитесь в альфа-состоянии. То есть мысли ваши не перебегают. И, значит, сегодня вы попробуете вот так вот сделать. Значит, давайте поговорим про черные каналы. И мы сейчас с вами попробуем их определить. Ну, я надеюсь, что все приготовили уже листочки бумаги и приготовили то, что мы сегодня будем использовать в качестве маятника. Нарисуйте, пожалуйста, вот такую вот диаграммку. Она может быть косая, кривая, сектора неровная. Все вот от руки здесь не важно. Нарисуйте вот эту диаграммку. Работать вы будете по моей команде. Сейчас объясню, почему. Дальше вы ставите маятник над вот этой точкой. Маятничек держите вот здесь на расстоянии 10-15 сантиметров. Конец вашего маятника где-то, ну, полсантиметра-сантиметр от вот этой точки. То есть руку ставите на локоть. Вот так вот локоть. И держите маятник вот так. Локоть на столе. И задаете вопрос, сколько черных каналов у меня открыто. И в альфа состояние сразу. Гулять там по лесу или облака, или море. Но будем делать по моей команде. Почему? Потому что все вы находитесь в разном состоянии. Кто-то из вас может быть подключен к довольно-таки большому проценту темных сил. Если процент подключения темных сил больше 40, то вообще вот даже и помогать этому человеку, целителям, в общем-то нельзя. Нужно выводить человека из этого состояния. А если он подключен, то, соответственно, это может мешать работе маятника. Поэтому за 100%, что у всех все правильно будет, я не могу гарантировать. Но я обращусь к определенным силам, чтобы нам помогли, чтобы, в общем-то, большинство из нас шел правильный ответ. И вот когда я вам скомандую, что давайте работаем, тогда вы начнете задавать вопрос и получать ответ. Пожалуйста, давайте задаем вопрос такой и получаем ответ и пишем, что у нас получилось. Спасибо. Напишите мне, что у вас получилось. Сколько черных каналов у кого получилось так открыто. А я сейчас расскажу, что это за черные каналы. Что же это за такие черные каналы? Это может быть воздействие какого-то человека. Это может быть воздействие каких-то сущностей. Что вообще, вот как провести аналогию, пояснить вам, что такое черные каналы. Вот если вы зимой открываете, у вас натопленный дом, у вас тепло, и вы настиж открываете дверь, вот у вас уходит тепло, и что-то с улицы вам может лететь, снег, грязь и так далее. То есть вот примерно вот так вот, если провести метафору, что такое черные каналы. Через черные каналы уходит ваша энергия, и через черные каналы к вам идет деструктивная, неидентичная вам информация. К этим черным каналам вас может подключать, например, вы у кого-то учитесь. И может быть специальное подключение, может быть не специальное подключение, и у вас туда будет уходить энергия. Поэтому, когда вы с кем-то вообще коммуницируете, или учитесь, или что-то покупаете, всегда желательно маятникам или каким-то другим способом, есть и другие способы определения, узнать, проверить, нужно это делать или не нужно. Маятником вы можете проверить вообще любое состояние вашего органа и вашего организма. Не обязательно ходить к врачам, чтобы узнать, например, уровень ваших каких-то анализов. Например, выяснение опухоль злокачественная или доброкачественная, можно определить с 2 минуты по длине волны. 51 или 52, в одном случае это доброкачественная опухоль, в другом случае это злокачественная. То есть вот таким образом маятникам можно не только определять, диагностировать, но маятникам можно и изменять ситуацию. Можно убирать черные каналы, можно убирать связь с инфернальным миром, можно работать и с опухолями, можно работать с разными заболеваниями, которые не поддаются официальной медицине. Можно убирать разные черномагические воздействия, то, что называют в народе порча, сглаз и так далее. Все это можно определить наличие и убрать. У кого-нибудь получилось что-нибудь по черным каналам? Что-то я ни от кого никакого отклика не вижу. Напишите мне хотя бы кто-нибудь, что-нибудь получилось? Сколько черных каналов у вас получилось? Получилось ли определить? Если не получилось, то почему? Почему? У Людмилы получилось. Так, еще у кого-то. Я когда столкнулась первый раз с многомерной медициной, как это произошло? Ну, у меня такое было не очень хорошее психологическое состояние. Вот знаете, ну, как-то так не очень хорошо было. И потом буквально за две минуты мое состояние поменялось на противоположное. Я была очень поражена. Как в результате оказалось, у меня просто убрали черные каналы и канал связи с инфернальным миром. И то есть вот особенно вот ярко это произошло именно первое. Черная связь, это черный канал. Черная связь, черный канал. Инфернальный мир, ну, это деструктивный мир такой, как вам сказать, ну, мир низких вибраций. Когда вы к нему подключаетесь, вот как вы можете, например, определить. Вот если, допустим, у вас какая-то серьезная проблема, и вы сидите и думаете, о, что делать. И знаете, как раньше Сталин, ну, ему приписывается, как он говорил, есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблем. То есть как только у вас появились мысли о суициде или что-то такое подобное, это на 100% у вас есть связь с инфернальным миром. Ну, это просто вот такой показатель. Вот. Даже если 10% открыт вот этот канал, это уже очень нехорошо. Он обязательно должен быть на нуле. Я вот этой таблицей не пользуюсь. Я вот эту табличку вам привела для того, чтобы вы просто видели, какие они бывают. Вот эти вот черные каналы. Черный канал может открывать вам, например, какой-то ваш близкий родственник, особенно если он пожилой, и он может быть подключен к темной связи семейного эгрегора. И вы как только с ним пообщались, ба-бах, все. Как в таких случаях быть? Вот все это я в курсе об этом рассказываю. Вот недавно у меня была консультация с женщиной. У нее вообще процент подключения к темным силам был довольно-таки большой. То есть нельзя было, я не могла с ней работать. То есть вот мы с ней поработали, я подсказала, что нужно сделать. И, в общем, короче, очень снизился процент, и теперь вот можно с ней работать. Ну вот все вот эти вещи. Вот маятник, даже если вы не собираетесь глубоко работать методами многомерной медицины, потому что, конечно, там нужно вот потихонечку влезать, влезать и влезать в эту тему, но даже на элементарном уровне, чтобы получать какие-то ответы на ваши вопросы, как-то диагностировать. То есть, ну, маятник очень интересная вещь. Ну, если вот мы сегодня с вами говорили про чакры, да, вот как маятникам, например, опять же, маятникам можно определить место силы. Вот если вы хотите выполнить желание, можно, конечно, разными способами, но маятник один из них, выяснить, идентичное ваше желание вам или нет. Потому что неидентичное желание лучше не исполнять. Хотя можно исполнить, но просто потом будете за этого платить. Вот смотрите, как с помощью маятника посмотреть состояние чакр. Вот смотрите, то есть я попадаю, видите, вот он крутится. По амплитуде и по как быстро он вращается, нужно определить, насколько чакра эта открыта. Сейчас вам еще одну вещь интересную расскажу. То есть, ну, нужно попасть в это. Тут, видите, пятая у меня, она поменьше открыта. Ну, шестую вам, вот четвертую вам не видно. Не видно вам четвертую. Например, вы можете проверить, допустим, с кем-то вы собираетесь работать, сотрудничать, учиться. Вот, к какой степени он маг, как вообще проверить. Некоторые говорят, вот я такой крутой-крутой, это я же все могу. Как проверить? Берете фотографию этого человека. Можете его просто нарисовать, создать фантом. И проверяете. Начиная с четвертой чакры, если человек обладает какими-то способностями, у него чакра начинает работать в режиме дао. Что такое в режиме дао? Это сначала маятник крутится по часовой стрелке, потом он крутится по против часовой стрелки. Если рамкой, то то же самое, рамка крутится влево-вправо. Рамочки, если нет, нужно вот обыкновенную рамочку вот проволочкой и использовать эту рамку. Только ее свободно нужно держать. Вот так вот будет рамка. То в одну, то в другую сторону. На местах силы точно так же определяется, какое место силы и рамкой, и маятником. Я все это в курсе в своем технологии волшебства рассказываю. Вот так вот можно, ну это вот, а вообще можно, конечно, по вот такой диаграммке, скажу, по какой диаграммке, по вот этой, определить, насколько чакра у вас открыта. То есть прямо в цифровом этом. То есть вот вы измеряете, насколько чакра у вас открыта. Но, опять же, здесь очень важно, чтобы маятник вам правильно показывал. И состояние альфа – это не единственное условие. Вот. А как вообще все это правильно, все это я рассказываю на курсе. Вот. То есть если кто-то хочет, если кого-то что-то заинтересовало, пожалуйста, задавайте вопросы. Вот. Я постараюсь на все ваши вопросы ответить. Потому что в основном, что я хотела, я вам сегодня рассказала. Если у вас есть вопросы по курсам, пожалуйста, я вас приглашаю, не пожалеете. Потому что информации очень много в курсах. Вот такой воды просто вот разговоров, вот ля-ля-ля, 3 рубля там нет. Там просто информация, 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 информация. Которую, в общем-то, нужно сидеть, конспектировать и потом с этим работать. Потому что техник очень много. И вот девочки у меня говорят, каждый раз смотрю, что-то новое, 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 новое открываю. Если ко мне какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Заинтересовал ли кого-нибудь один хотя бы какой-то курс? Вот. Если да, есть ли вопросы? Если у вас есть возможность получить три курса по цене двух, пожалуйста, можете воспользоваться этой возможностью. Собираюсь скоро еще один курс интересный готовить. Но это пока в планах. В первую очередь, конечно, позову всех, кто у меня занимался. Ну, если вопросов нет, если все понятно, всем спасибо большое. Я чувствую все какие-то вот в каком-то сонном состоянии. Вот. Тогда благодарю за внимание. Приглашаю еще раз к себе. Вот. И передаю слово нашему организатору. Всего вам хорошего, любви и благоденствия. До свидания. Благодарю. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Еще раз извиняюсь, что-то было со звуком вдвоем сегодня. Давайте поблагодарим нашу прекрасную выступающую Татьяну Герасимкову за прекрасное выступление. Множество полезной информации, с которой можно работать. Действительно, нам даны практические навыки. И, конечно, вы сможете провести это общение уже в тренинге. Потому что то, о чем сегодня говорилось, это буквально немного о том, о чем пойдет речь в тренинге. И более глубоко вы уже сможете изучить, практически овладеть всеми навыками и многомерной медициной, технологией волшебства и помощь стихий. Все для вас. Причем сегодня вы можете приобрести сразу три предложения по цене двух. И, конечно, можете воспользоваться другими предложениями. Приобрести индивидуально. В индивидуальном пакете. Имеется в виду, что один тренинг. Либо можете приобрести два предложения из трех выбрать. Сейчас даю еще раз ссылочку. Если нужны ссылочки на отдельный курс, напишите, пожалуйста. Просто можете пройти по ссылочке, кликайте на новую ссылочку. И там есть описание небольшое. Пожалуйста, воспользуйтесь такой привлекательной возможностью. Проходите по ссылочке, вводите там под описанием ваши контактные данные, имя, адрес электронной почты, внимательно по буквам, телефон международного формата, 7, 8 для России, 380 для Украины и так далее. С кодом города, с кодом страны. Скайп. И нажимаете кнопочку «Оформить заказ». И автоматически окажетесь на странице, где есть различные варианты оплаты. Тут же вы можете оплатить с карты на Яндекс.Деньги. Либо выбрать другой вариант оплаты. Если какие-то вопросики по заказам возникают, пишите мне в скайп. Надя Инна Богданова. С удовольствием вам помогу. По этим вопросам. Также можете выбрать индивидуально один какой-то курс «Помощь стихий», «Технология волшебства» и «Многомерная медицина». Даю ссылочку. Можете пройти по ссылочке и там увидеть, что входит в курс «Помощь стихий». Абсолют, бытие, создатель, семантическое поле, симпатическая связь. Три закона почтения. Способы соединения с создателем и что нам это дает. Целить себя, других животных, растения с помощью мантр, наложением рук, походом. Все это в курсе. Увеличение урожайности. Как самим освещать воду, пищу, крем и многое другое. Соединение с создателем с помощью золотого света. Карма йоги. Мысль стоп. Места силы. Соответствие планет нашим чакрам. Звезда-талисман счастья. Помощь планет. Магическая цифра 40. Узнаем свой проект на курсе. Как помочь ребенку, если он попал в негативную компанию. Как получить помощь создателя в разрешении проблемы. Как сделать прямой портал с высшими силами. Как получить помощь Всевышнего в борьбе с ленью, курением и другими вредными привычками. А также 10 стихий. Технологии работы со стихиями. Чистим квартиру с помощью стихий. Как расположить к себе человека. Как правильно выполнять технологии. Исполнение желаний с помощью стихий. Мантра-корректор. Как получить помощь стихий на всю жизнь. А также сложные стихии. Домовые, хозяин леса и другие. Как получить их помощь. Как заручиться их поддержкой. Как усилить домового. Чтобы не только охранял, но еще и увеличивал достаток. Духи, стихии. Как привлечь свою половинку. Технологии очистки энергии и информации с помощью яйца. Выкатывание яйцом. Техника безопасности при выкатывании яйцом. Способы работы с яйцом в случае заболеваний и при очистке квартиры. Работа со свечой силами Всевышнего. Технология поиска пропавших вещей для получения желаемого. Исполнение желаний с помощью майзера. Длительность курса 5 часов 40 минут. И стоимость сегодня просто подарочная. На странице также есть отзывы. Вы можете ознакомиться с ними. И нажимаете красную кнопочку заказать. И уже окажетесь на странице, где есть и варианты оплаты. И также можете ввести ваши контактные данные. Для того, чтобы завершить заказ имя, адрес электронной почты, телефон. И нажимаете голубую кнопочку заказать. И уже автоматически окажетесь на странице. И ваш заказ уже будет сделан. И еще также можно предложить технологии волшебства. Сегодня тоже просто волшебный курс. Подробно рассказывала Татьяна вам в этом курсе. Специально для вас подготовили лучшие рабочие технологии волшебства. Проходите, пожалуйста, по ссылочке. Заказывайте. Также сегодня вы можете приобрести 2 тренинга по цене. 3 тренинга по цене 2, да. Либо приобрести 2 тренинга тоже со скидкой. Пользуйтесь уникальными предложениями. Либо отдельно выбранный тренинг. В технологиях волшебства вы будете говорить о диагностике чакр. Очистке чакр. Накачке энергии в конкретную чакру. Сбит точки сборки под задачу у себя и других. Работа с энергией. Места силы. Амулет на себя. Семью. Форму с подключением мест силы, богов любви, богатства, защиты. Амулет на верность. Техники просмотра будущего. Придание себе нужных черт характера. На самом деле это просто бесценное предложение. Столько можно всего пользы извлечить для себя. И конечно же принести такую пользу, возможность близким. Помогаем в решении таких вопросов. Перенос хороших событий. Вот именно для придания нужных черт характера, да, для изменения себя. Рост духовного мы пришли в этот мир, воплотились в этом теле. И действительно это просто миссия наша такая. Перенос хороших событий. Перенос хороших событий, отношений, доходы из прошлого в настоящее. Использование стихии огня для исцеления защиты. Длительность курса 4 часа сегодня можете приобрести со скидкой по очень привлекательной цене. Поэтому пользуйтесь. Просто посмотрите сколько всего входит. И буквально там каждое знание вы получите просто дешево. Сделайте себе такой подарок к Новому году. Также вы можете этот курс подарить кому-то из близких, кому будет интересно его осваивать. Это лучший новогодний подарок. Когда-то было принято дарить книги, да. А теперь можно сделать вот такой интересный подарок. Также многомерная медицина. Можете выбрать в комплекте или приобрести в отдельности курс. Это работа с майниками. Как часто нас интересуют вопросы, касающиеся состояния здоровья, состояния органов, систем нашего организма. Очень дорогостоящие это мероприятия по диагностике. И не всегда приборы дают достоверную. Ну у каждого прибора есть разные страны. Там есть 35% еще. То есть давай не полуценно. Тем не менее, эти диагностики стоят там, ну например, на марте 25 тысяч рублей. Ну, баснословных денег. Тем более, если их периодически происходят. Ну, происходить. А здесь вы сможете сами все узнать. Вопросы воздействия на вас со стороны. Что называют порчами и проклятиями. На все эти вопросы вы найдете ответ на при себя. Потому что эти вопросы есть. Наше подсознание узнает все. Нас интересуют отношения с другими людьми. Их перспективы и возможности их заменения. А как часто мы мучаемся вопросами, как поступить. Что сделать в том или ином случае. На это уходит много энергии. Какое лекарство предпочесть. Подходят ли нам те или иные продукты. Насколько мы совместимы с другим человеком. Как он к нам относится. Все это вы сможете решить с помощью майника. Он даст вам ответ. За ответами на наши вопросы мы обращаемся в лабораторию. Чтобы получить результаты анализа по обследованию. К врачам. Чтобы получить предложение по тому или иному способу лечения. К специалистам нетрадиционной медицины. К специалистам нетрадиционных вопросов. Вопросы. Найти ответ, который есть внутри нас. Вы сможете их получить сами. Без посторонней помощи. Без искажения, которые дает другой человек. Отвечаю на эти вопросы. Без мешательства посторонней энергии. Более того. Эта информация будет самой точной. Потому что все, что было в вашей жизни, в прошлых воплощениях, хранится в клетках вашего тела. И вам информация эта доступна, если вы ее запрашиваете. А поможет вам в этом многомерная медицина. Может дать не только информацию о нашем организме, она может изменять состояние нашего здоровья, убирать различные негативные воздействия, разрывать подключки, каналы связи, работать с различными ситуациями в нашей жизни. В многомерной медицине подвластны заболеваниям, с которыми не справляется официальная медицина. И они считаются неизлеченными. Это не означает, что нужно полностью отказаться от официальной медицины. Мы можем выбрать то, что наиболее эффективно будет действовать в каждом конкретном случае. Какое сочетание мер и действий приведет желаемого результата? Все на все эти вопросы даст работа с маятниками, а также консультация по вопросам многомерной медицины. Сегодня вы можете приобрести с огромной скидкой. И в этом курсе вы узнаете, как научиться работать с маятником, всем ли это доступно, кто вам отвечает, какие параметры маятника выбрать, по каким причинам маятник отвечает неправильно, как очистить маятник, какие вопросы можно задавать, а какие нет. Можно ли работать с другими и многое другое. Также вы научитесь проводить диагностику состояния здоровья, органов, систем. Вы уже представляете, как это можно применять в своей жизни, не только на благо себе, а уже получать достойное вознаграждение за это. Вы научитесь получать результаты анализов и характеристики работы организма, устанавливать, узнавать о наличии различных негативных воздействий, определять нарушения в тонких телах и их связях, чакрах, а также получать информацию о состоянии чакр, определять параметры взаимодействия с другими людьми. Но это еще не все. Вы узнаете, как можно ликвидировать нарушения и восстанавливать организм. И восстановить не только в физическом плане, а восстанавливая энергетику чакр, тонких тел, изменять те сферы жизни, которые интересуют здоровье, деньги, отношения. Поэтому проходите, пожалуйста, по голубой ссылочке, и там нажимаете кнопочку красную «Заказать». И вы уже, что вы получите после приобретения этого курса. Запись 2,5 часа по работе с майкингом. Индивидуальная работа в скайпе, которая поможет вам начать работать методами многомерной медицины. В этой части курса вы получите инструменты для ускорения работы. Видеозапись этой встречи и дополнительные материалы. А также, если вы не планируете глубоко заниматься многомерной медициной, приобретенные навыки помогут вам в разрешении ряда вопросов. Если вы хотите, чтобы с вами работали методами многомерной медицины, также проходите по ссылочке, регистрируйтесь, участвуйте. Можете ознакомиться с отзывами. Очень много полезной, интересной информации. Специально для вас подготовил наш прекрасный мастер. И сегодня вы можете воспользоваться также предложениями, приобретя три курса по цене двух или два курса, выбрав из трех. Либо индивидуально по отдельности каждый курс. Выбирайте то, что наиболее удобно для вас. Я благодарю за то, что вы сегодня были с нами. Если есть какие-то вопросы, пишите мне в скайп на Дин Богданова. А также по оплате, по заказам. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите. С удовольствием на них отвечу. На Дин Богданова. Это мой скайп, это Москва. Проходите по ссылочкам, регистрируйтесь, участвуйте в курсе. На вопросики с удовольствием отвечу. Если они будут, можете написать здесь, я пока еще здесь. Также в скайпе, на почту, на те ресурсы, откуда вы были приглашены сегодня на нашем мероприятии. И, конечно, желаю вам всего хорошего, прекрасного времени суток, дня, ночи, утра, в зависимости от того, какое общество у вас будет время. И, конечно, ждем вас на наших мероприятиях. Очень рады общению с вами, тому, что вы развиваетесь вместе с нами. Мы тоже очень любим этих мастеров. Пользуемся их услугами. И такую же пользу готовы принести и вам. Поэтому участвуйте, выбирайте, живите осознанно, научитесь, примите помощь стихий, научитесь технологиям волшебства, научных. Обладайте многомерной медициной для того, чтобы не тратить огромные деньги на исследования, а получать свои результаты более точные, достоверные, чтобы всегда самому знать, иметь инструмент под рукой, который всегда с вами. И вы можете получить все вопросы, все ответы на свои вопросы. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч. Продолжение следует...